Ко дню рождения Славянска-на-Кубани и Славянского района прекрасные жительницы города сделали подарок и приняли участие в праздничном мероприятии «Леди на велосипеде». Свои велосипеды они украсили в природном стиле, посвятив их Году экологии в России. В праздничные дни город превратился в одну большую сценическую площадку. Творческие концерты прошли в поселке Кубриз, парке имени Григория Пономаренко, а также около фонтана по улице Красной, где выступили воспитанники детских школ искусств и центров развития творчества. Концерт детского творчества собрал большое количество зрителей. Полюбоваться на юных дарований пришли не только родители, но и жители близлежащих домов. Каждый получил заряд положительных эмоций и прекрасного настроения. Концерт очень замечательный, нам все нравится, детям интересно, взрослым тоже. Очень хорошо, что вообще такие праздники устраиваются в нашем городе. Концерт замечательный, дочка выступает, хорошее настроение, хорошая погода, радуемся, все прекрасно. Пока юные артисты радовали жителей своим творчеством, участницы конкурса «Леди на велосипеде» готовились к старту. Заявки на участие в этом году подали 50 конкурсанток. Некоторые даже приехали из сельских поселений, чтобы поучаствовать в велопараде. Я склонна к авантюрам и, в принципе, представляю наше сельское поселение Анастасийское. А в образе, я представляю цветы Кубани, потому что я патриот своей родины. Разве можно не влюбиться в наши поля, в горы, в красоту нашу? На конкурс леди Юлия приехала со своим джентльменом, в роли которого выступил сын Иван. Другие участницы были без сопровождения, но это им ничуть не помешало красиво и эффектно представить свой образ. Сегодня я представила образ славяночка. Я хочу показать людям то, что на Кубани выращивают не только яблоки и пшеницу, но и Кубань славится своими просторами и рожью. В каком образе предстать, участницы выбирали сами. Главное, чтобы он соответствовал заявленным номинациям. В конкурсе леди на велосипеде в этом году участницы принимали участие в двух номинациях – «Гармония с природой» и «Эксперимент». В «Гармонии с природой» мы предлагали участницам украсить свой велосипед и свои костюмы в цветочном стиле, с использованием натуральных цветов, либо же искусственных. А в номинации «Эксперимент» участницы выполняли свои костюмы из различных нетрадиционных материалов, вторичного сырья, упаковочного материала. Самая юная участница конкурса, четырехлетняя Ева Зинченко, предстала в образе королевы роз. А вот Юлия Мясоедова решила добавить красок в наступившую осень. У нас такая осень сухая выдалась. Вроде и зелена, а вроде и осень. А хочется красок, рыжего, красного. У нас нету. Вот и я решила привнести это. Все свои наряды участницы готовили из подручных материалов. В ход пошли клубки ниток, бумага, пакеты. Виктория Землянская, чтобы подготовить свой образ, леди Кубань пришлось привлечь всех родных. Папа мой помог мне. Он ездил на рыбалку, срезал рис. Мама мне помогала, мой дядя помогал. Велосипед мы тоже покрасили. Взяли старый велосипед и решили его покрасить. После того, как жюри оценила образы всех конкурсантов, участницы отправились по улице Красной к театральной площади. Там их уже с нетерпением ждали. Леди поприветствовал глава Славянска на Кубани Александр Коновалов. Наш город светет и расцветает. Улицы благоустраиваются, скверы озеленяются. И все это благодаря нашим жителям, труду, уложению и любви. И сегодня мы смотрим парад леди. Это инициативные, творческие наши жители, которые с удовольствием участвуют в всех мероприятиях города. Это радует. Это наша молодежь. Город будет процветать. Есть у нас такие прекрасные леди, которые в ней еще есть на велосипеде. Леди на велосипеде – это не только конкурс творчества и креативных идей. Главной своей задачей организаторы ставили – привлечь внимание славянцев к вопросам экологии. А что может быть лучше, чем на собственном примере показать, что из вторичного сырья можно сделать необычные красивые вещи и украшения. А велосипед – это самый экологически безопасный вид транспорта. За участие в конкурсе все участницы получили памятные дипломы и сладкие призы. Маг к нам едет. Елизавета вручается диплом за участие в конкурсе «Леди на велосипеде». В финале церемонии награждения прозвучали имена победительниц конкурса. В номинации «В гармонии с природой» лучшим, по мнению жюри, был признан образ леди Кубань – Виктории Землянской. А в номинации «Эксперимент» первое место завоевала Маргарита Майер. Очень неожиданно, приятно. Хочу выразить особую благодарность организаторам данного мероприятия за то, что предоставили нам такую возможность выразить свои мысли, креативные какие-то идеи. Я сама доктор, я работаю в кожеве диспансерии, ну и как мой девиз за здоровый образ жизни. В специальной номинации «Леди оригинальность» победила Татьяна Чуприна. Самую юную участницу Еву Зинченко тоже отметили специальным призом. После награждения настоящие леди все вместе сфотографировались на память. И эта фотография обязательно украсит праздничный альбом города Славенска-на-Кубани. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова